Адиль Нуртай Вопрос о возможном запрете рекламы безалкогольного пива в Казахстане вызвал бурную дискуссию в парламенте. В ходе заседания рабочей группы депутат Танерберген Бердонгаров, ссылаясь на статистику Всемирной организации здравоохранения, высказался за запрет рекламы безалкогольного пива. По исследованиям 2013 года ВОЗ признала Казахстан самым пьющим государством в Центральной Азии. А это позор для страны, позор для страны, которая испокон веков не употребляла спиртные напитки. В нашей культуре никогда этого не было. Помимо этого мы, скажем так, страна, преобладающая мусульманской верой, которая не подразумевает употребление спиртных напитков в целом. Однако идею своего коллеги, очевидно, неожиданно для самого Бердонгарова, не поддержал Николай Логутов. Есть безалкогольное пиво, и оно фактически товаром существует. Я понимаю так, что если пиво существует безалкогольное, и мы рекламируем как безалкогольное пиво, оно, наверное, будет все-таки больше, как борьба с тем же самым алкоголизмом и с напитками. Я вот сначала тоже пошел на все эти вещи. То есть, может быть, прописать для алкогольной продукции однозначно. Вот, может быть, стимулировать как раз другое направление, может быть, здесь есть резон. Мы говорили с разработчиками на эту тему. Остается сожалеть только, что мой коллега, как говорится, снял свою поправку. Мы вдвоем там фигурировали. Остается только догадываться, что изменило кардинальное его мнение на этот счет. Я очень прошу быть корейшем. Так вот, по мнению Бердонгарова, сегодня реклама и производство так называемой нулевки в Казахстане используется пивоваренными компаниями только для косвенной рекламы алкогольного пива. И, как заявил депутат, в случае введения запрета производители нулевки не понесут больших потерь, так как производят его в минимальных количествах и в розничной продаже этого пива практически нет. Впрочем, этот аргумент Бердонгарова Николай Логутов попытался опровергнуть, ссылаясь на свой собственный опыт. Я здесь не так часто остаюсь на субботу и воскресенье, но пришлось остаться, и мы с коллегами ходили. Я прекрасно везде нашел все то, что мы говорим, нулевку. Она есть везде. Если говорить о пиве конкретно и о том, что его всюду встретишь, то мы можем пройти в столовую парламента, к примеру, или непосредственно в близлежащие магазины и киоски, спросите, этого пива нет. Если говорить о предпринимателях, то статистика выпуска такова. Это какие-то сотни литров, только для того, чтобы отнести это пиво в Алматы-Жернома, для того, чтобы это пиво фигурировало в качестве выпускаемого. Само предприятие, конкретно пивоваренные заводы, в процентном соотношении доходы, которые они получают от продаж безалкогольного пива, не мизерно, ничтожно малы по сравнению с теми объемами алкогольного пива, которые выпускаются ими же. То есть, де-факто, молодежи не нужен этот вкус пива. Они не кайфуют от этого вкуса пива безалкогольного, потому что они не привыкли пока к алкогольному пиву. Этот вкус они могут заменить на любой другой напиток, к примеру, и так как алкогольного воздействия на их сознание не будет происходить, для них это не является, скажем так, интересным. Впрочем, не остались в стороне от этой дискуссии и сами производители пива. Они также, как и депутат Николай Логутов, выступили против введения запрета на рекламу безалкогольного пива. Есть поручение главы государства, правительству за номером 01-2530 от 11.02.13 года об изменении структуры потребления в сторону слабоалкогольных напитков. Запрет на рекламу безалкогольного пива – это ужесточение. Данная запретная мера вызывает озабоченность пивоваров Казахстана и противоречит политике главы государства. Спасибо. Мы почему должны идти на поводу пивовар? И тем более, вы, я не знаю вашу фамилию, вы некорректно ссылаетесь на политику президента. Президент не сказал о том, что надо рекламировать пиво, безалкогольный пиво. Я даже назвал номер поручения главы государства. Не надо ссылаться, не надо, мы все знаем, какое поручение дано и какое поручение выполняется. Мы полностью выполняем поручение, все поручения главы государства. Не надо ссылаться здесь прямо, там не сказано, что надо запретить рекламу, то есть надо рекламировать безалкогольное пиво. Не сказано. Так что не надо вести себя нормально здесь на рабочей группе. На этом наше время подошло к концу. Смотрите программу «Парламент каждый день» на телеканале 24KZ. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова